Девочки, всем привет! В этом уроке я хочу вам рассказать и показать на примере, как рассчитывать расход ткани, если вы шьете, например, лоскутные изделия из квадратов или треугольников. На самом деле это очень просто, но был момент, когда я снова начала шить, вспоминать азы лоскутного шитья. Нас, к сожалению, в школе не учили, как рассчитывать расход, потому что мы шили небольшие изделия и шили, в принципе, из остатков, которые нам приносили, ну, то есть одежду какую-то, мы разрезали и шили. То есть у нас не было потребности именно в расчете расхода ткани, потому что мы ее, собственно, и не покупали. Когда я снова начала шить, я эту информацию, к сожалению, не нашла, и мне было очень сложно рассчитывать, потому что я не понимала, как это делать, собственно, и пытаясь методом тыкать, все-таки как-то рассчитывала, либо покупала ткань наугад. Думаю, ай, ладно, возьму я по метру, и мне хватит, должно хватить. Мне так не работает. Иногда у меня ткани не хватало на проект, приходилось докупать, а иногда, наоборот, я переплачивала, соответственно, больше бюджета оставляла в магазине. И ткани у меня некоторые до сих пор лежат, которыми, собственно, ничего не шью и ничего из нее не шить. Вот, и сегодня на примере я хочу, собственно, и показать, и рассказать, как рассчитать изделие. И, я думаю, можем начать. Но прежде чем мы начнем, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, потому что для меня это очень важно, и я буду знать то, что делаю для вас полезные вещи и снимаю полезные видео. Вот, а теперь давайте приступим. Давайте разберем самый простой пример. Я вам покажу, как рассчитывать расход ткани на квадратные. Если вы шьете изделие из квадратов, все очень просто. Допустим, мой квадрат без учета припусков будет 10 сантиметров. 10 на 10 сантиметров без учета припусков. Мне нужно первое, что сделать, мне нужно рассчитать количество квадратов каждой ткани. То есть, я это уже заранее сделала. То, что у меня бежевого будет 24 квадрата, голубого 50 и темно-синего будет 25 квадратов. Далее. Так как у нас квадрат размером 10 на 10 сантиметров без учета припусков, нам нужно, чтобы рассчитать расход ткани, нам нужно к этим 10 сантиметрам прибавить наш припуск. К лоскутному шитье у нас, если мы шьем в сантиметрах, припуск у нас идет 0,7 сантиметра. Соответственно, мы к 10 прибавляем полтора. Получается один с половиной сантиметров. Один квадрат нам нужно выкроить. Теперь нам нужно понять, сколько в ширину ткани у нас помещается наших квадратов. Американский хлопок, как мы знаем, у нас ширина американского хлопка 110 сантиметров. Если вы шьете из какой-то другой ткани, то вам нужно ширину вашей ткани разделить на наш квадрат, который нам нужно раскроить, на 11 с половиной сантиметров. У американского хлопка 110 сантиметров ширина ткани. 110 разделить на 11 с половиной у нас получается 9,57. То есть здесь мы сокращаем наше число до меньшей цифры. То есть мы не округляем до 10, например, как в данном случае было бы логично сделать. Мы оставляем 9, потому что 9 квадратов мы точно выкроем в ширину нашего американского хлопка. А 10 мы уже не сможем, но у нас не хватает сантиметров. Соответственно, в ширину нашего американского хлопка можно выкроить 9 квадратов размером 11,5 сантиметров. Теперь, для каждой ткани нам нужно выкроить определенное количество квадратов. Если у вас какой-то другой эскиз, вы считаете и по своему эскизу. Например, первая ткань бежевая. Что я делаю? У меня нужно выкроить квадратов 24 квадрата. Соответственно, мы уже выяснили, что в ширину нашего американского хлопка у нас помещается полных 9 квадратов. Значит, нам нужно разделить 24 квадрата, то есть количество нужных квадратов из бежевой ткани, разделить на 9 квадратов, которые у нас будут получаться в ширину. 24 квадрата мы делим на 9 квадрата, у нас получается 2,67 квадрата. В данном случае мы округляем в большую сторону. Почему? Сначала я пишу 2,67 квадрата. Это значит, нам нужно 2,5 полосы, чтобы выкроить 24 квадрата. Я округляю в большую сторону до 2, до 3 полос. То есть, вот смотрите, вот у нас кромка, допустим. Мы выяснили, что в ширину, так вот здесь у нас 110 сантиметров. У нас помещается 9 квадратов, 6,7, 8, 9. 9 квадратов целых можно выкроить. Чтобы нам выкроить 24 квадрата бежевых, нам нужно 2,2 полосы точно и 67,67 сантиметров. Соответственно, мы третью полосу добавляем. И здесь мы берем примерно не половину, а чуть-чуть побольше. И вот это у нас запас остается, тот, который нам остаток ткани. Мы определили, что нам нужно 3 таких полосы. И теперь, чтобы нам понять, сколько в итоге по расходу нам надо, нам нужно эти 3 полосы умножить на 11,5 сантиметров. 11,5 это наш размер блока. Мы умножаем 3 на 11,5. У нас получается 34,5 сантиметра. Я округляю до 35, чтобы удобно было кроить. 35 сантиметров. В итоге нам нужно бежевой ткани. Размер в итоге заказать, либо купить 35 на 110 сантиметров. Это бежевая ткань. Давайте для голубой посчитаем. У меня в моем эскизе 50 штук надо выкрыть. Квадратов. Значит, я 50 делю на то количество, которое у нас помещается в ширину нашей ткани. У нас, мы выясним, 9 квадратов. Мы делим 50. Делим на 9. Получается 5,56. Опять мы округляем до целого числа, то есть до 6. 6 полос нам нужно. И теперь эти 6 полос нам нужно умножить на размер нашего квадрата, который нужно выкрыть. Умножаем 6 на 11,5. Получаем 69 сантиметров. Сантиметров. Либо я округляю до 70, чтобы можно было... Удобно было кроить. Соответственно, на голубой ткани нам потребуется 70 на 110 сантиметров. Купить. И темный синий. 25 квадратов мне нужно раскроить. Мы делим на 9 квадратов, которые у нас должны получиться. Получается в ширину нашей ткани. 2,78. Опять я округляю до 3 полос. 3 умножаю на 11,5. У меня получается, как здесь, 34,5. Либо округляю до 35 сантиметров. Значит, и темно-синие ткани нам потребуется 35 на 110 сантиметров. Конечно, лучше вот к этим значениям прибавить еще какой-нибудь запас. Но это на ваше усмотрение. Хотите вы это делать или нет. Если я буду шить вот такое лоскутное изделие, то мне потребуется вот такое количество тканей. Для окантовки все очень просто. Мы, получается, 90 плюс 110 плюс 90 плюс 110. Ткан буду записывать. Нам нужно общий метраж посчитать. Соответственно, стороны нашего одеяла 0,9 плюс 0,9 метра плюс 1,1 метра плюс 1,1 метра. У меня получается общая длина. А, еще плюс я прибавляю примерно 30-40 сантиметров. Это для того, чтобы полосы сшивать друг с другом. Потому что у нас нет такой длины. Мы не будем же покупать именно ту длину ткани, которая нам требуется. Так, мы считаем 0,9 умножаем на 2. Так, 0,9 плюс 0,9 плюс 1,1 плюс 1,1 плюс 0,3. 4,30 плюс 30-40 сантиметров получается 4,70. 4,70 метра у нас получается длина нашего канта. Чтобы рассчитать количество ткани, тут все очень просто. Во-первых, нам нужно определиться, какой ширины у нас будет ткант. Тут все зависит от того, каким способом вы будете шить этот ткант. Их есть несколько видов. Возможно, я сниму видео. Если вам нужно это видео показать, какие кантовки бывают, пишите в комментарии. Я, скорее всего, сниму видео. Подготовлю и сниму для вас видео. Допустим, предположим, что у нас кант. Ширина канта у нас в готовом виде будет 1 сантиметр. Ну, полосу мне надо раскроить, получается, 4 сантиметра. Соответственно, мы... Во-первых, нам нужно понять, сколько полос нам нужно для того, чтобы шить вот этот ткант такой длины. Соответственно, мы 4,7... 4,7 сантиметров делим на 110. У нас получается 4,28. То есть, 5 полос. Так, 4,470 мы делим на 110. У нас получается 4,28. Округляем. 5 полос. И нам нужно эти 5 полос умножить на 4. Так как я решила, то, что кант у меня будет 1 сантиметр, я его умножаю на 4, потому что в 4 раза будет складываться. Соответственно, мы 5 умножаем на 4 сантиметра. У нас получается 20 сантиметров. Для канта нам потребуется 20 на 110 сантиметров темно-синей ткани. Соответственно, общее количество тканей темно-синей у нас получается 35 плюс 20. Получается 55 сантиметров. Ткани потребуется для того, чтобы эта ткань ушла и в лоскутную часть, и для окантовки. Собственно, вот такой вот пример для расчета одеяла из квадратов. В следующем видео я вам покажу, как рассчитывать расход ткани, если изделие у вас будет состоять из треугольников. Вот на примере вот такого пледа. Надеюсь, вам было все понятно. Если нет, пишите в комментарии. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok